Подводя итоги международной конференции Rebuild Ukraine, стоит отметить, что главной целью этой конференции было налаживание связи между представителями украинских городов, общин и крупного бизнеса, инвесторов, политиков, которые прибыли в Варшаву, чтобы принять участие в проектах по восстановлению Украины. Однако не только контакты и знакомства, есть и конкретные результаты. Подписали меморандум с торгово-промышленной палатой Италии о сотрудничестве между нашим городом и итальянским бизнесом. Мы много обсудили, очень много тем и сфер, в которых мы можем быть полезны друг другу. Они готовы инвестировать в энергетику, готовы инвестировать в водоканалы, и это для нас очень полезно. Ожидаем их предложения от компании. А вот, к примеру, администрация Ирпеня ударила по рукам с государственным инвестиционным агентством Литвы и готовится к строительству разрушенного оккупантами детского садика. Я знал, что они тут будут, они, наверное, знали, что я тут буду, и просто в одном месте можно встретиться и конкретные вопросы решать. Мы хотели конкретную, сделать помощь конкретную, и наша главная цель, что уже не надо ждать чего-то, окончания войны, военных действий, а уже надо работать теперь. Почему Ирпень? Потому что Ирпень было, они сделали домашнее задание. Например, был сделан технический проект, тогда всем ясно, сколько это будет стоить, сколько это затянется. Как сообщили в клубе мэров на сегодня, говорить о конкретном количестве заключенных сделок пока не приходится. Сейчас проходит аудит этих договоренностей, но главная цель, безусловно, достигнута. Тут много членов конференции, которые хотят что-то продавать в Украину, услуги, товары и так далее. Нас интересует не это. Нас интересует размещение в Украине, производство, создание рабочих мест и поднятие нашей экономики. И это наши условия к каждому. Контактов уже более 150, мы их аккумулировали, обработали. И где-то процентов 30 это уже с реальными какими-то предложениями. К примеру, вот вчера был диалог с производителем металла. У них есть готовое производство в Италии, у них есть все, что им нужно для продажи. Но они понимают, что эти товары нужны будут в Украине, и они готовы разместить линию какую-то конкретную у нас в индустриальном парке. Одним из главных итогов международной конференции Rebuild Ukraine является подписание меморандума о сотрудничестве между правительством Украины и международным инвестиционным агентством. Одним из приоритетных направлений которого является восстановление разрушенных домов и инфраструктурных объектов. Мы ожидаем от Министерства инфраструктуры предложений о приоритетных проектах, а затем будем готовить необходимые документы, сметы, предложения для фондов-доноров, чтобы реализовать эти проекты по восстановлению и реконструкции разрушенной инфраструктуры. Мы администрируем такие проекты от начальной стадии подготовки документов до готовых зданий и конкретных решений. У нас есть возможность и опыт по восстановлению и строительству индивидуальных домов для беженцев и разрушенной инфраструктуры. Отмечу, что по данным правительства Украины, ныне в стране статус вынужденных переселенцев получили около 5 миллионов человек. Российскими бомбами и ракетами было разрушено около 150 тысяч жилых домов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова